Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня пятница, 27 мая. С вами Наталья Кузьмин. Здравствуйте. Все идет своим чередом. Вот и май близок к завершению. Погода как раз к началу лета обещает исправиться. Поверим на слово. Нам некуда деваться. Природа цветет и благоухает. Люди проснулись, собираются на работу. Жизнь полна новых событий. Нам есть у кого учиться, чтобы украсить этот день большими и малыми свершениями. Истории подскажут, как это лучше сделать. Исторический хронограф. Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек. В разные годы истории, 27 мая, происходили следующие события. В 1657 году Священная Римская империя обязалась помочь Польше в ее борьбе с украинским казачеством. 27 мая 1703 года заложена Петропавловская крепость. Этот день считается датой основания Санкт-Петербурга. 27 мая 1753 года в Киеве завершено строительство Андреевской церкви. А в 1794 году императрицей Екатериной II подписан рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвержден первый генеральный план города Одессы. 27 мая 1795 года основана первая государственная общедоступная библиотека в России. Императорская публичная библиотека, ныне Российская национальная библиотека. Именно в связи с этим историческим событием сегодня в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. 27 мая 1821 года в России основана Николаевская астрономическая обсерватория. В 1855 году в этот день в Летнем саду в Санкт-Петербурге открыт памятник писателю Ивану Андреевичу Крылову. А в 1883 году в этот день в Москве на Красной площади состоялось открытие здания исторического музея. 27 мая 1895 года английский изобретатель Бирд Акрис запатентовал кинопроектор. 27 мая 1905 года в ходе русско-японской войны началось Сусимское сражение. 27 мая 1920 года образована Татарская автономная Советская социалистическая республика в составе РСФСР. 27 мая 1930 года американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную целлофановую липкую ленту, которую сегодня мы называем скотч. Новинку изначально использовали только для защиты автомобильных стекол при покраске. 27 мая 1934 года в Советском Союзе введено звание «Заслуженный мастер спорта». 27 мая 1971 года на стадионе «Лужники» в Москве состоялся прощальный матч легендарного советского вратаря Льва Яшина. В тот день сборная команда «Динамо» играла со сборной «Звезд мира». Встреча закончилась в ничью 2-2. 27 мая 1973 года Советский Союз присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Исторический хронограф Специальный репортаж У микрофона Наталья Юкозина я продолжаю передачу. На недавнем заседании штаба по комплексному развитию региона речь ввели о состоянии ключевых муниципальных предприятий Ульяновска и Ульяновской области. Это те предприятия, которые отвечают за воду, электроэнергию, общественный транспорт, уличное освещение и так далее. К сожалению, финансовое положение этих предприятий остается, как говорится, аховым. И вместо ожидаемой прибыли – сплошные убытки и кредиторская задолженность. Губернатор Алексей Русских подчеркнул важность бесперебойной работы этих предприятий и попросил Владимира Разумкова, председателя Ульяновского правительства, представить план мероприятий, которые должны стабилизировать положение на этих ключевых предприятиях. Важнейшей нашей задачей является обеспечение ульяновцев качественными услугами. К сожалению, как показал аудит, важнейшие предприятия города и области, предоставляющие услуги по транспортному обслуживанию, уличному освещению, водоснабжению, находятся в плачевном экономическом состоянии, многие в предбанкротном состоянии. В результате жители вынуждены многие годы терпеть очень слабую работу общественного транспорта, когда ни в часы пик, ни после 21.00 воспользоваться ими практически невозможно. Люди возмущены отсутствием уличного освещения, вынуждены терпеть неприятный запах сочистных сооружений, перебой с водоснабжением. Такая ситуация недопустима. 20 мая под моим руководством совместно с курирующими отрасль заместителями и министрами, а также руководством администрации города, было проведено заседание рабочей группы по содействию эффективному управлению имуществом и оказанию методической помощи балансовой комиссии муниципального образования города Ульяновск. Заседание проводилось для обсуждения и выработки программ по выводу системообразующих предприятий города Ульяновска и сложившейся ситуации. Это муниципальные предприятия в сфере пассажирских перевозок, водоснабжения, электроснабжения, а именно Ульяновская городская электросеть, Ульяновский водоканал, Ульяновский электротранс и пассажирское автотранспортное предприятие номер один. В настоящее время предприятие находится в сложной финансо-экономической ситуации. Наиболее сложная ситуация сложилась в муниципальном предприятии Ульгес. По состоянию на 1 мая кредиторская задолженность составляет 729 миллионов рублей. Ульяновский водоканал по итогам работы за первый квартал получил убыток в сумме 57 миллионов рублей. Кредиторская задолженность почти 700 миллионов. Также Ульяновский электротранс и ПТП тоже демонстрируют рост и кредиторской задолженности, и ухудшение финансовых результатов. На заседании комиссии вновь назначенные руководители доложили о ситуации на предприятии. И, соответственно, комиссии были рассмотрены мероприятия по выводу предприятий из сложной финансо-экономической ситуации. В целом, это такие меры, как, безусловно, реструктуризация кредиторской задолженности, активизация работ по взысканию дебиторской задолженности, увеличение необходимой валовой выручки предприятий, увеличение количества договоров возмездного оказания услуг, в том числе, если это мы говорим по Ульгесу, по передаче электрической энергии, снижение потерь и хищение электроэнергии. Для предприятий-перевозчиков это введение новых маршрутов, увеличение собираемости платы за проезд в связи с введением штрафов, введение в действие транспортных карт. Общим для всех является, безусловно, формирование программ финансового оздоровления и инвестиции, с тем, чтобы мы могли действительно получить достойные предприятия, которые действительно могли бы обеспечивать качественными услугами и поддерживать жизнедеятельность нашего города. В ходе обсуждений руководителям дано поручение разработать эти программы и представить их на рассмотрение комиссии, с тем, чтобы можно было по результатам совместной работы выработать решение по стабилизации ситуации. В ближайшее время, в течение двух недель, мы, соответственно, с руководителями данных предприятий продолжим эту работу. Что хочется сказать? Такие предприятия, как Ульгес, электросетевые, нонсенс, что предприятия в предбанкотном состоянии, потому что везде они прибыльные. Как довести предприятие до предбанкотства по стовому непостижимо? Я знаю, какая там ситуация. Там потери 14%. Таких колоссальных потерь, я думаю, нигде больше ни в одном регионе, ни в одном городе нет. Это говорит о том, что много незаконных подключений, а те, кто должны за этим следить, просто закрывают на это глаза по каким-то причинам. Долги просто сумасшедшие. Поэтому нужно серьезно позаниматься. Я уверен, что с новым руководством это люди проверенные, эффективные. Уверен, что они должны разработать план выхода из этой ситуации, финансовое оздоровление. Но необходимо за выполнением этих планов жестко следить и контролировать. То же самое водоканал. Везде они прибыльные. У нас наладом дышит. Давайте наводить порядок, потому что это услуги нашему населению, это качество услуг. Мы не можем к этому относиться, спустя рукава. То же самое хотел бы еще сказать относительно продовольственной безопасности. У нас в регионе достаточно много неиспользованной земли сельхозназначения. Да, с другой стороны, очень много успешных предприятий, которым эта земля нужна, и они не могут ее нигде перебысти. Здесь также нужно наводить порядок. Считаю, необходимо создать комиссию, через которую серьезно пропустить все такие предприятия, которые в свое время получили землю разными способами, ее не обрабатывают. Есть механизмы возврата ее в муниципальную, федеральную собственность и дальше передачи более эффективным пользователям. Считаю, эту комиссию нужно в качайшие сроки создать и начать эту работу. Удачная жизнь Вместе с нашей ведущей, опытным садоводом-любителем Марины Прибловой, мы отвечаем на вопросы радиослушателей. Два вопроса и оба про малину. Марина Викторовна, мы получили вопрос от радиослушателя. Он пожаловался на малину. Говорит, в прошлом году малину у него выпустила листочки, уже зацвела и вдруг резко засохла. Он спрашивает, что за болезнь может быть у малины? Первое, на что я думаю, нужно было ему попробовать выкопать этот куст, который у него засох, хотя бы один, и посмотреть, что в земле. Возможно, или муравьи в земле, вот где малина, или личинка майского жука, этот жирный белый... Как червяк, как гусеница. Как червяк. Возможно, это, потому что вот от майских жуков вот эти личинки остаются, они сподъедают корни. Или что-то малине не хватило, какой-то подкормки. Потому что вот обычно мы как делаем, мы в осень ее удобряем обязательно. Вносим осенние удобрения. Весной мы точно так же ее удобряем. Кемирой весенней, это самое наилучшее удобрение идет на сегодняшний день. Это сыпем или на снег, если мы бываем ранней весной на даче, или уже на мокрую землю. Предварительно можно ее полить, разбросать кемирую. Вот это вот удобрение. Дальше. Сейчас вот на сегодняшний день у нас с вами малина распустила уже листочки. Она уже стала такая кудрявинкой. Все. Нам с вами нужно ее обработать. Обрабатываем мы ее чайной содой. Это столовая ложка чайной соды на ведро воды. Мы ее не поливаем, а опрыскиваем. Берем обычный опрыскиватель и опрыскиваем полностью сверху донизу вот этой вот чайной содой. Это своего рода подкормка и в то же время обеззараживание. Но смотреть нужно малину в плане того, чтобы не жалея хотя бы один кустик выкопать и посмотреть причину. Если это не в земле причина, значит ей что-то не хватает какого-то удобрения. То есть она просит подкормки. В лесу растет малина и хоть бы хны. Что за ней там кто-то ухаживает? У нас ведь сейчас сорта малины идут гибриды в основном. Мы выращенные, скрещенные, такое все новое. Каждый сорт малины требует к себе индивидуального подхода. И мы смотрим, подходит ли земля. Более удобренная у нас с вами земля, неудобренная земля. То есть ведь мы с вами не будем жить, где нам с вами не комфортно. Мы ищем то место, где благодать для всего. Точно так же любое растение. Точно так же и малина. Очень просит вас повторить вот эту историю про кучерявость малины. Это заболевание. Как от этого избавляться? У нас с вами малина идет плотный такой толстый ствол. И он идет один из земли. Один, два. То есть стволы такие толстые идут. А если только снизу идет много-много-много тоненьких-тоненьких таких вот стволиков с малиной. Вот как она, как догущенность такая идет. Кустом, но тоненький-тоненький. Это уже идет заболевание вот этой кучерявостью. В обязательном порядке не жалеете, выкапываете и выкидываете. Потому что вот эта кучерявость, она может у вас заразить полностью всю плантацию. А в эту лунку сажать можно новый куст? Ну нет. Я вот, например, когда перекапываю вот эту вот, убираю вот эту всю кучерявость. Это полностью все обрабатываю марганцовкой. И стараюсь уже на этом месте малину не сажать. Я ее переношу в какое-то другое место. И полностью всю плантацию переношу уже на другое место. Это заболевание малины. Она идет сейчас распространенное такое заболевание. И если появляется один такой кустик, то он губит полностью всю плантацию малины. Это нехорошее заболевание. А это от чего? Земля какая-то необработанная, неудобренная? Из-за чего? Или сама по себе малина? Возможно, не хватает питания. Вот мы всегда говорим, что мы хотим с вами покушать. Правильно? Обед, завтраки, ужины. Точно так же каждый растений у нас с вами любит тоже покушать. Значит, ей просто недостаток питания. Недостаток того, что или мало ей калия, или мало ли ей фосфора. То есть вот что-то, чего-то ей не хватает. Поэтому я и говорю, что нужно в обязательном порядке проводить подкормку и осеннюю, и весеннюю. Осенняя подкормка дает одну подкормку, весенняя дает уже другую подкормку. И точно так же вот мы сейчас с вами ее обрабатываем чайной содой. Это своего рода. И обеззараживание, в то же время мы ее также кормим чайной содой. Самая хорошая обработка идет. И подкормка, и обработка. Чтобы не было ни черечков, ни жучков, ни ничего. И кормежка. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить. И чтоб непременно правильно. Просто и без норовоучений о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему один миллион рублей называют лимон или лям? В разговорной речи миллион рублей часто называют лимон. Доктор исторических наук, профессор Леонид Беловинский, в своем энциклопедическом словаре «Истории советской повседневной жизни» пишет, что слово лимон в таком значении использовалось в бытовом жаргоне в периоды острой инфляции и обесценивания денег. Возникло оно в начале прошлого века, в гражданскую войну. Затем слово вернулось в обиход в начале 90-х. Лимоном миллион рублей стали называть для краткости, из-за созвучия слов. Никаких других аналогий и объяснений этому нет. А слово лям – это сленг. Это еще больше упрощает слово лимон. Миллион, лимон, лям – запутаться можно. Все-таки миллион рублей лучше звучит. И на этом у меня на сегодня все. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы! А теперь место у микрофона я уступаю Елизавете Корниловой. Здравствуйте, доктор. На правах рекламы. Доброе утро, дорогие друзья. Я надеюсь, оно у вас такое же доброе, как и у нас в нашей студии. Программа «Здравствуйте, доктор» снова в эфире. И сегодня мы отвечаем на вопросы, которые поступили к нам в редакцию заранее. Мы их принимали по телефону. Вопросы мы просили вас задавать по теме флебологии. Если вас что-то беспокоит или есть сомнения, вы к нам звоните, задаете свой вопрос. И на них отвечает наш гость. А гость сегодня у нас особенный – это врач, хирург, флеболог Медицинского центра Нева Ивлев Геннадий Николаевич. Итак, здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Елизавета. И здравствуйте, уважаемые слушатели. Говорим сегодня о современной медицине и, в частности, о флебологии. Геннадий Николаевич, а вообще варикозная болезнь, что это такое? Варикозная болезнь – это расширение вен нижних конечностей. Варикозная трансформация, которая возникает из-за массы причин и неизвестен до сих пор 100% какой-то фактор возникновения именно этой болезни. Но, к сожалению, заболевание очень распространённое. Чаще всего, как это бывает, мы думаем, что ещё всё впереди, можно потерпеть, можно подождать. А приходим, а врач говорит, где же вы были раньше? С чем чаще всего приходит к вам? Как правило, человек приходит с жалобами именно на отёк нижних конечностей и видимый дефект нижних конечностей, проступающие варикозно-расширенные вены. Вот мы сейчас возьмём и посмотрим на свою ногу. Как это выглядит вообще? Если вы смотрите на свои ножки и ничего не видите, значит, у вас нет варикозной болезни. Это очень хорошо. Но ежели видите там расширенные вены синего цвета, возвышающиеся над кожей, то это уже повод задуматься и обратиться, чтобы посмотрел специалист. Если мы обратили внимание, есть такие изменения, нам прям срочно надо бежать к флебологу? Срочности, как правило, никакой нет до поры до времени. Вообще экстренная ситуация, связанная с варикозом, это только тогда, когда уже образовался тромб в варикозно-расширенной вены. Мы сможем определить это визуально. Сидя дома, если у вас есть варикозно-расширенная вена, если она сильно заболела, если в этом месте появилось покраснение, то времени сидеть дома и смотреть на эту вену уже нет. Нужно обращаться к специалисту. Чем быстрее, тем лучше. Если вы понимаете, что что-то не так, есть выступание вен, отечность, покраснение, болезненность, то всё-таки нужно пойти к специалисту и получить правильную грамотную консультацию, потому что ваше здоровье только в ваших руках. Геннадий Николаевич, а вообще мужчина или женщина подвержены таким изменениям конечностей? Как правило, чаще всего болеют варикозные болезни нижней конечности женщины. Но я бы сказал, что мужчины болеют совершенно не меньше, потому что факторов очень много, которые приводят к возникновению этого заболевания. У женщин, как правило, после беременности может возникнуть варикозная болезнь нижних конечностей. А у мужчин, так как мужчины больше подвержены статической физической нагрузке, мужчины больше стоят на ногах, либо же наоборот больше сидят, у них может возникнуть варикозная болезнь из-за этого. А вообще вот в течение жизни можно делать какие-то манипуляции, и эта болезнь никогда нас не посетит? Профилактика какая-то существует? Существует профилактика варикозной болезни, она очень простая, и под силу абсолютно любому человеку просто побольше ходить. Это наш с вами метод – побольше ходить. Что сегодня является передовым лечением вот в этой области во флебологии, что можно буквально за один прием подлечить свои вены? Вообще лечение варикозно-трансформированной вены, оно только одно – это оперативное лечение. К сожалению, на данный момент ещё не придумано какой-то волшебной таблетки, чтобы расширенная вена сама взяла и спалась. Из оперативного метода лечения передовой, основной – это эндовазальная лазерная коагуляция расширенной вены. Операция одного дня. Это коагуляция расширенной вены изнутри. Вводится световод, он же лазер, в вену на всём протяжении. Производится утягивание этого световода, и одновременно эта вена запаивается, которая потом со временем рассасывается, и организм спокойно живёт без этой вены. Если она на самом деле больная, она организму уже не нужна. То есть, несмотря на то, что даже будет очень запущенная стадия, медицина в силах поправить здоровье? Нерешаемых проблем абсолютно не бывает. Ну, а самое главное, конечно, вовремя обратиться, правильно? Естественно. У вас ведь большой опыт, и вы знаете, чем раньше человек придёт, тем проще и спокойнее лечение. Любую проблему лучше решать в плановом порядке, а не ждать, когда всё это дело обострится, ухудшится, потому что статистика неумолима, и она подтверждает, что если лечение производится в плановом порядке, то после него намного меньше осложнений. Ну, итак, перейдём к вопросам, которые поступили от наших радиослушателей. Зачитываю вот самый-самый популярный вопрос, который пришёл к нам. Куда обратиться за помощью? Я рекомендую обратиться в медицинский центр Нева. У клиники Нева есть свой сайт. Вы просто набираете в поисковике «Клиника Нева Ульяновск», и первой строкой вам выходит сайт этой клиники. Там всё-всё-всё подробно, и всё очень понятно, доступно описано, какие специалисты, как записаться, расписание, даже стоимость. Всё-всё-всё там есть. Или же можно позвонить на телефон-колл-центр 8 800 222 03 03, и вам специалист ответит на все возникающие вопросы. Идём дальше. Женщина позвонила, очень, кстати, встревоженная. Разболелись вены, пальцы, ноги текают, особенно к вечеру, и выше коленей тоже всё болит. Что это может быть? Это может быть масса заболеваний под эту клиническую картину подходит. Единственное, что пугает, то, что разболелись именно вены. Сама вена, даже если она варикозно расширенная, она никогда не будет болеть, если только это не экстренная ситуация. Это может быть и варикозное расширение вен. Также это может быть какая-нибудь неврологическая патология, потому что боли в нижних конечностях не обязательно связаны с венами. Чаще это неврологические дела какие-то. Но если вас что-то тревожит, обязательно обратитесь к специалисту, потому что, ну, зачем терпеть боль и такие вот неудобства. Следующий вопрос – женщина из Засвияшского района. Говорит тоже, что информация очень много разной, и не могу никак найти своего врача. Делала две операции по удалению варикозной болезни. Прошёл один год, и как будто бы язва блуждающая по ноге ходит. То выше колена, то ниже колена она выскочит. Почему так происходит? Очень устала. Звонок прям крик отчаяния был. Ситуация, мне кажется, очень интересной, но ещё более мне интересно, что были за две операции год назад, каким способом оперировали эту женщину, и что она понимает под словом язва, которая блуждает по её ноге. Поэтому я крайне рекомендую показаться специалисту, потому что информации, конечно, достаточно, но лучше посмотреть глазами. И вот ещё такой один звоночек был. Женщина, 72 года, рассказала мне, что сделала УЗИ поверхностный варикоз. Ей поставили диагноз. К вечеру очень тянет ноги и проявляются синяки постоянно. Врач рекомендовал мазь, но что-то не помогает. В этом случае меня очень смущают именно синяки, которые проявляются постоянно. Если это синяки, которые появляются без предшествующей травмы, если это спонтанные какие-то кровоизлияния, гематомы, то это уже один случай. А если это после малейшей травмы, даже лёгкого касания, и появляется синячок, это уже совершенно другое. Мазь – это, конечно, хорошо, но, может быть, этой мази недостаточно, и, может быть, она не направлена именно на саму причину этих симптомов. Опять-таки, нужно всё-таки посмотреть и понять, в чём тут дело. И вот такой вопрос, на что обратить внимание и как уберечь себя от варикозной болезни? Уберечь себя очень просто. Раз в год стараться делать УЗИ сосудов нижних конечных. Это недолго и совершенно не выбьет из привычной жизни человек, если один раз в год он придёт к врачу, который сделает ему УЗИ и посмотрит на сосуды. А также вести здоровый образ жизни, побольше гулять и более быть внимательным тем, у кого из ближайших родственников была варикозная болезнь. Потому что наследственный момент есть. Ну и хочу напомнить, что вся информация и всё, что вы сегодня не услышали, можно найти на сайте клиники Нева. Заходите в интернет, в поисковике, набирайте «Клиника Нева Ульяновской». Первой строкой вам выходит сайт этой клиники. Или позвонить по номеру 8 800 222 0303 и задать свой вопрос. И ещё немного информации от медицинского центра Нева. Продлевается акция до 30 июня 2022 года. Приём флеболога плюс УЗИ венок 800 рублей. И существует беспроцентная рассрочка на ряд операций. Всё это решается в клинике. Приходите. Вся подробная информация про акции по телефону 8 800 222 0303. А мне остаётся добавить, что хирург-флеболог медицинского центра Нева Ивлев Геннадий Николаевич отвечал на ваши вопросы. Спасибо вам большое, Геннадий Николаевич, что уделили нам время, пришли так рано и порадовали нас такой хорошей информацией. Всего вам хорошего. Берегите себя и своё здоровье. Об имеющихся противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Эту передачу провела Наталья Козина. У меня на этом всё. Спасибо за внимание. До свидания. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. Здравствуйте. В этот день появились на свет Выдающийся пианист, композитор, педагог Павел Папст. Композитор, музыкант, педагог Юрий Фортунатов. Певец, музыкант, участник группы «Цветы» Александр Лосин. Песни у людей разные А моя одна на века Звёздочка моя ясная Как ты от меня далека Певец, поэт, рок-музыкант Александр Башлачёв Привольные исполинские масштабы нашей области У нас 4 Франции, 7 Бельгий и Тибет У нас есть место подвига У нас есть место доблести Лишь доступ к бездельному У нас тут места нет А так какие новости Тем более сенсации С террором и вулканами здесь всё наоборот Прополка, культивация Меллиорация Конечно, демонстрации Хотя 2 раза в год Также в этот день в мировой и отечественной культуре Произошли следующие события В 1950 году состоялся теледебют Фрэнка Синатри «I love you, I love you is all that I can say I love you, I love you, the same old words I'm saying in the same old way» В 1969 году основана российская рок-группа «Машина времени» В 1977 году утвердили новый текст «Гимна СССР» В новом варианте были заменены строки с упоминанием имени Сталина 27 мая 1982 года в Ульяновске и Димитровграде открылись дни болгарской культуры в СССР На различных площадках города прошли выступления музыкальных групп и национальных творческих коллективов В 1987 году в Москве создана группа «Мегаполис» Растерялся и исчез, растерялся и рассеялся Кто там был здесь или нет Все равно никто не вспомнит Дождь и серый, серый день Не увижу, а все увидят Посмотрела на часы И скорее вниз, и скорее В 1993 году группа «ДДТ» дала открытый концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге В честь дня рождения города Дождь Звонкой пеленой наполнил небо Майский дождь Гром, гром Прогремел по крышам Распугал всех кошек И я открыл окно И веселый ветер Разметал все на столе Глупые стихи Что писал я в душевой Юлилой пустоте В 1994 году создана рок-группа «Сплин» В эту ночь дивным цветом распустится поворотник В эту ночь домовые вернутся домой Тучи севера, ветер запада Значит, скоро колдунья махнет мне рукой В 2007 году в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский» прошел концерт музыканта и исполнителя Оззи Осборна Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова